В переходе в двуногую конструкцию возникает ряд проблем, которые приходится решать. Вот отсюда и начинается путь гуманизации, превращение, формирование нашего пути развития. Отвоевали позицию псования, для этого стали на две ноги, теперь смотрим, что при этом будет происходить. В каком положении находится беременная матка в теле у нормального четвероногого зверя. Вот грудная клетка, здесь сердце легкое, здесь органы пищеварения, органы выделения и вот здесь матка. При увеличении размера и массы при беременности, смотрим, какое положение она занимает. Она лежит в томате, который образован мускулатурой брюшного пресса и подвешен к позвоночнику. А позвоночник работает как рессора, соответственно, смягчая толчки, возникающие при прыжках и беге. В результате, до самого момента рождения детеныша, должна ли самка как-то ограничивать собственную подвижность? Да нет. Просто не существует нагрузки, которая могла бы спровоцировать выкидыш. Все мышечные группы идут по касательной к матке. Работать на здоровье на беременность это никак не повлияет. Так? Значит, теперь перешли в выпрямленные позиции. Сразу возникает проблема, которую необходимо решать как можно быстрее. Это проблема с органами брюшного полости. Потому что вообще, по идее, и силы органа брюшного полости лежат вот в этом мышечном гамаке. Ну а это в том случае, когда сила тяжести работает перпендикулярно позвоночнику. Вот направление силы тяжести, вот позвоночник. Теперь, представители нашей конструкции, стали на две ноги. Теперь, в каком направлении работает сила тяжести? Параллельно позвоночнику. Смотрим. А вообще-то в ходе эволюции, вот с этой стороны, какая-то подковка курмируется или нет? А зачем? На густо-то под прямым углом какая-то позиция идет. Здесь, конечно, никакой подпорки нет. В результате, какое положение должны занять все органы брюшной полости? А вот такого. Здесь их ничего не дают. И они просто спокойно свешиваются в такой мешок до колена, висящий, где находится весь кишечник, почки туда опускаются и так далее. Значит, ясно, что совершенно безумие. Конструкция невозможная. Поэтому, что происходит в ходе эволюции? Меняется так. Вообще-то у всех, не только млекопитающих, а вообще у позвоночника. Эта система костей меньше всего на свете похожа на тазик. Чаще всего она похожа на двухзубовую вину. Может, никак не надо. То есть, это углененная система, и не имеющая вот с этой стороны, как я уже сказал, никакого специального расширения, потому что она бессмысленная. Как меняется ДАС в этом случае? Кости, которые... Ну, во-первых, лобковое сращение выдвигается вперед, вот сюда. А кости, которые соединяют тазовый комплекс с позвоночником, называются эти кости подвздошенные кости, увеличиваются по площади за счет ширины, за счет вот этого размаха. Так? Примерно в четверо. И сокращаются в высоту примерно в полтора раза. То есть, ДАС совершенно меняет форму. Зачем это надо? А он превращается в пауком, в подстрадку, под органами брюшной холостя. Вот так штрихую в этом секторе. У нас находятся органы брюшной холостя. Классно. Вот подвздошный костя стажа. Хорошо. А теперь смотрим, какое положение будет снимать беременная мама. При беременности матка займет вот это положение. Оган очень крупный. В результате произойдет растяжение передней стенки живота. Вот такое. Матка заняла почти весь объем таза, сместив желудок вот сюда, глубокую клубную клетку. Так? Прижав мочевой пузырь вот здесь, передней стенки живота. То есть она раздвигается на свете. Теперь силы тяжести действуют вниз. Вопрос, а на что опирается матка? Здесь она опирается на гамак. А здесь? На тазовую кость. Хорошо. А теперь, представитель такой конструкции, на поздних этапах беременности, попробовав подбежать. Или попрыгать на одной ножке. Что произойдет? Смотрите, у нас по этой линии нет амортизатора толчка. Ну, на самом деле, один амортизатор есть, называется вот такой. Но амортизатор сладится. А вот это все линия жесткой передачи толчка. То есть вся эта энергия, сохраняющая высокий импульс, бьет прямо по тазовым костям. На тазовых костях лежит беременность. Соответственно, резкое возрастание риска внутриутробных травм, выкидышей. И в связи с тем, что в нагрузках теперь у нас приходится не на 4 конечности, а на 2 конечности, что надо сделать со степенью скрепленности левой и правой половинки таза? Можно ли их оставить вот такими раздвижными? А вы подумайте, что при этом будет, если вы решили, там, я не знаю, перескочить через 2-метрового канала. Вы при этом будете отталкиваться двумя ногами сразу или только одной ногой? Двумя сразу? Как это вам удастся? Значит, а что-то в норме человек, когда с разбит, прыгает, он, конечно, толкается одной ногой. Теперь смотрим. Вот здесь-то, вот половинки таза и левая и правая, конечно, сразлись с позвоночником. А спереди, в локовом, сращение. А там вообще-то вот такой шов, который у многих животных является раздвижным. Будет называться лотковый симферс. Зачем переднюю стеночку та сделана раздвижным? Всем понятно или нет? Не стоит для внутренних органов. Нет, не в этом дело. Проще раздвинуть внутренние органы в полости тела. Здесь причина другая, но очень жесткая. Половина здесь присутствующих на собственном опыте. Либо уже поняла, либо поймет. Что это за причина такая? Прошу вас. Разумеется. Рождение крупного плода. Да? Ведь детеныш должен пройти вот здесь, в отверстие малого таза при рождении. Вот так. Если у вас половинки таза срослись совсем неподвижны, то это жесткое кольцо. Значит, ну вообще-то при рождении плод достаточно пластичен. Он достаточно хорошо гнется в любых направлениях, кроме одной черепи, которая, конечно, не пластична. Но череп, разумеется. Значит, поэтому есть ограничения. Ограничения это вот какое, вот такое косое расстояние, между лобковым сращением таза и вот этим выступом позвоночника, мысом позвоночника. Засыпает глубина таза. Значит, и если глубина таза маленькая, то большая проблема с тем, что роды, скорее всего, будут протекать очень тяжело. Вот наш глупный человеческий череп с огромной мозговой коробкой, такой маленький браслет запросто может с ним писаться. Так? А попытка раздвинуть плотно сросший самоковый синтез приведет к дополнительным травмам самого черепа. Дело в том, что у новорожденного череп не полностью акстенерж. Существуют хрящевые очаги, так называемые роднички, за счет которых размер черепа может достаточно быстро увеличиваться. Ведь новорожденные не просто растут, они очень быстро растут после рождения. Так? А рост замкнутой капсулы может происходить только за счет хрящевых прослоев. Дело в том, что кости в этом направлении расти вообще не нужно. Поэтому, когда у человека полностью исчезают прослои хряща между отдельными костями черепа, это означает, что все голова достигло предельных размеров. У барышни это происходит в тех годах 18-ти, у мужичков чуть побольше, там до 21-22-х это может тянуться. Но дело в том, что у мужичков старт позже. Старт с превращением личинки человека в человека, личинка человека называется ребенок, а человек называется взрослый. А вот процесс превращения личинки в человека это подростковый этап. Так вот, подростковый этап у барышни начинается в среднем на полтора года раньше, чем у мужичков. В этом глубокий биологический смысл возникло это не позавчера, как раз очень давно и связано с тем, что мужичками рисковать можно, а вот в барышними нет. Мужчина это такой расходный материал эволюции, на самом деле. Причина на это перерасмотрение ка-р-стратегии вроде бы разбирается. Почему так складывается? Хорошо. А в результате? В результате большие проблемы получились с деторождением. А теперь дайте вспоминать. Приматы с этим летом. Это ка-стратегия или эр-стратегия? Ка-стратегия. Ка-стратегия, совершенно верно. Значит, причем крайняя ка-стратегия, рождая одного ребенка с одного запута. Меньше просто нельзя. Нельзя родить половину ребенка. Значит, и так минимизировали. Ну и как ка-стратегии будут реагировать, а у них единственная возможность способ реагирования, на дополнительные проблемы с вероятностью рождаемого ребенка. Как можно скомпенсировать под деталшую, просто не вымереть? Забота о потомстве. Забота о потомстве, разумеется. Итак, пришли к необходимостям. Из-за получения вот такой конструкции значит, форсировать заботу о потомстве. При этом, естественной заботящейся единицей во всех абсолютно случаях мегапитающих является самка. Не потому, что она добрая, хорошая, умная. Не потому, что она детей любит. А потому, что именно у нее молочная железа. Так, кормит-то на ворожь, но будет именно она. Поэтому пара мать-дитя является исходной социальной парой для всех мегапитающих. Абсолютно. Ну а дальше. Сила у самки не бесконечная. Потому что существуют варианты опасности, где самка все-таки не может защитить детеныша. Как повысить вероятность выживания? Все-таки, да, прошу. Значит, на самом деле, не обязательно один самец. Сейчас такие функции на себя все ставят. В целом. Как вам дополнительно повышать вероятность выживания? Хорошо. На детенышей это почему-то влияет. Ведь о детеныше забудет сын мамы. Что стоит? А детеныш защищал маму, а не стоит. Детенышей в социальном защищать не будет. Он будет совершенно не роман. Может быть, детеныша будет защищать маму, а мама будет защищать папу. Вот это другое дело. А папу будет защищать старик. Да? Значит, на самом деле, объектами защиты в любом сообществе примат являются самки, не детенышами, а самки, которые в этом году родили. У которых потом. Самка, которая в этом году не родила, никому не интересна. Ее вышибут на самую периферию стая, самое опасное место. Ну, если барышня не выполняет свои главные функции, ради которых вообще и существуют. Ну, ради бога существуют, но на периферии, пожалуйста. А в центре те, которые реально нужны для выживания лета. Да? Это очень не похоже на диснеевское шисюканье по поводу социальной корректности и в правильной семье, и там подобное. Но если вы подумаете, это единственный мудрый способ организации жизни, который бы позволял из поколения в поколение оставлять те поведенческие программы, которые способствуют выживанию данного жизни. А не просто те, которые кому-то понравились, кому-то не понравились. Идея взять и попробовать поделить поведение на хорошее и плохое – чисто человеческая идея. На самом деле поведение есть, приводящее к выживанию вида и не приводящее к выживанию вида. Вот последнего абсурда программы, если имеют они врожденные элементы, имеет ли шанс накапливаться в той или иной популяции. Но если их носители вымирают, как они, интересно, находятся? Ведь врожденную программу можно передать своему потомку. Но если родитель перед этим помер, он эту программу кому-нибудь передаст или нет? Ну, все это. Неработающие программы просто исчезают, отсекаются от головы, остаются и передаются из поколения в поколение. Программы, которые приводят к выживанию. Не потому что они хорошие, а потому что они приводят к выживанию и размножению представителей данных. Только и всего. Хорошо. Ну и вот от этого старта дальше посмотрим, что он получает. А дальше. Для того, чтобы повысить эффективность стада, группы, как защищающей системы, и для того, чтобы так и стабилизировать положение самца. Потому что мы в вашем положении очень верно. Значит, мать заботится о деденыша, отец заботится о матери, а стая заботится о семье. Вот такая пирамида, матрешка, вложенная друг в друга. Остался хвостячок. Остался каким-то хитрым образом создать бинарную семью. Ведь на самом деле, мы в прошлый раз с вами говорили, ситуация, когда семья состоит из самца, самки и детей, ситуация крайне редкая. Это называется моногамная организация, и она, в общем-то, очень рискованная для выживания вида. Именно моногамия. Намного чаще полигамия. Когда представители разных полов встречаются только в сезон размножения. Спаривание произошло, все, разбежались. И дальше возня с потомством отделов садки. Не потому, что этот самец такой плохой и эгоистичный, а ровно потому, мы, например, его так разбираем. Так, значит, попытка самца приблизиться к выводку резко снизит шансы выводка на выживание. У самца сигнальная окраска. Именно он обеспечивал в период размножения факт встречи с самкой. Иметь сигнальные признаки – это страшно рискованно. Потому, что этот сигнал воспринимает не только представители другого пола, но еще кто? Стичники. Стичники все. Значит, поэтому именно сигнальность самца позволяет самкам иметь маскировочные признаки. Соответственно, снижая риски для садок. Хорошо. А теперь можно ли сигнального самца подпускать выводку в ветерушек? Ни в коем случае он наведет на них сучит. Еще раз я говорю. Представление современной человеческой морали по поводу попытки оценки каких-то закономерностей в живой природе не работают совсем. Потому, что вообще-то жизнь устроена самцемлемой. Хорошо. Ну, смотрим, какие дальнейшие следствия появятся. А дальше появится целая красивейшая штука показывающая, что вот эта идея по поводу полудного присутствовления, ну, как можно проверить, не придумали ли ученые, вот всю эту историю с полуденным приспосаблением. Вроде бы звучит логично, но мало ли логичных вещей. Остались ли у нас в теле какие-то метки того, что в свое время наши предки приспосабливались к режиму суперперегрева? Ну, та же полуденная сиестная активность это как раз и режим суперперегрева. Остались. Как устроена у млекопитающих система охлаждения тела? Так вот, не галдите руки поднять, кто знает. Да. Потовое деление. Потовое деление, совершенно верно. Так вот, если оценить плотность расположения потовых желез на коже человека, сколько от потовых желез на каждый квадратный сантиметр, оказывается примерно столько же, сколько от остальных примантов. Только работают они в 20 раз активнее. Да? То есть ситуация, когда на жаре или во время тяжелой работы зверь обливается потом, вещь невозможная. Их потовые железы просто не имеют такой эффективности. А теперь скажите, пожалуйста, работа потовых желез это для организма энергетически бесплатное занятие? То есть происходит сама по себе, и организм троится. Троится. Ну и скажите, зачем же это надо в 20 раз повышать активность системы, если не существует какой-то железы необходимости? Что можно было? Ни разу не надо. А какая здесь может быть необходимость? Что может дать преимущество, каким условием могут возникнуть преимущества для таких сверхактивных потовых желез? При фаузе. Только в режиме суперперегрева. Потовые системы нам показывают совершенно точно, что это было. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!